итак давайте разберем с вами все таки еще раз как мы будем работать с гитом и в общем то программе открываемый редактор наш visual studio код до welcome page закроем ее вот откроем сразу терминальчик он открывается вот этими двумя ноликами и вот сюда вот об стали вот теперь у нас есть терминал в терминале мы будем запускать программу а вот здесь мы будем ее писать на то чтобы писать нужно создать файл нажимая правую кнопку new file старт и пишу там чего-нибудь print эта функция значит скобочки потом внутри идут строк строчка значит кавычки могут быть одинарным двойные теперь я сохраняю сохранять можно либо файл сейф либо вот этой комбинации control с вот и кружочек отсюда ушел значит файл сохраненного можно запускать за этим нужно постоянно следить за этим кружочком либо можно настроить этот редактор для того чтобы он постоянно вам все сохранял это делается где-то тут вот файл settings preferences вот тут где-то settings и вот тут где-то ищите я так наизусть не знаю так хорошо мы эту программу создали теперь ну можно запустить чего-то питон чего-то такое что он не пишет can't open файл филу но сач а я старт нажал на назвал значит старт так вот моя программа работает теперь я щас счастливый и хочу ее выложить в репозиторий чтобы людям показать вот для этого я что делаю я сначала я могу написать гид гид статус смотреть статус так значит смотрите здесь я сейчас нахожусь внутри папки 4 вот он видимо наверно надо все таки перейти по более 8 самый самое начало да это курс 8 здесь просто я уже занырнул она тут вот вот он мне сказал что у меня появилась новая папка 4 и предлагает мне ее добавить при помощи команды гид делаю точку добавляю вот я ее добавил эту папку новую себе ну тогда они называться добавить в индекс или просто добавить для отслеживания вот теперь я делаю комит гид комит комит и какой-то комментарий делаю дальше делаем комментарий значит май там first проба так я комичу это сам значит комит это значит что я зафиксирую изменения еще чет поработал потом хочу эти все изменения одним гаммусом раз и создать как говорится точку вот это вот слепок можно так сказать да ситуация на данный момент в разработке вот это называется комитом фиксация изменений раз вот он не говорит что один файл изменился одна строчка добавлена до плюсик означает что добавил одну строчку файл вот и он создал мне этот файл уже внутри локального репозитория вас всегда будет два репозитория один у вас локально на компьютере а другой будет там далеко вот теперь я же сделал комит у себя локально теперь мне нужно это все туда далеко от откинуть я делаю гид уж вот теперь смотрите что получается он мне не дает это сделать не дает смотрите что происходит вообще вот к примеру мы создаем репозиторий да и вот там первый комит пошел у нас сюда вот здесь мы что-то создать а потом мы начинаем что-то менять создаем файлик да и у нас появляется второй комит скажем так а потом что делает а потом другой какой-то человек тоже сюда шлёп и появляется 3 комит только не от меня уже от кого-то другого я сейчас нахожусь на втором вот кто-то сюда забросил а теперь я начинаю менять и как бы я же вот здесь вот я вот этого у меня нету локально понимаете я не могу взять и вот сюда вот четвертый забросить потому что мне третьего не они должны по порядку все идти вот поэтому мне нужно забрать этот 3 делается это гид пулу он говорит вот давай гид пули сначала потом уже сбрасывает понимаете понятно поэтому видите вот такую красноту с родился гид полный раз я сейчас посмотрю кто из вас чего добавил так тут вроде как ничего такого а я control c нажала ну возможно там надо будет двоеточие акилл иногда открывается вот это вот редактор вим и там двоеточие акил выходите из него так ну и вот теперь когда я сделал гид пул у меня появился третий комит от кого-то там и я могу уже пушить и четвертый дело на давайте я вот теперь вы попробуйте все то же самое проделать только со своими файликами своими бабочками долетела что значит можно зайти на гид вот давайте посмотрим что у нас здесь есть вот у нас есть сам репозиторий вот вот этот мой файл вот в моей папке так а я забыл теперь его выпиливать да гид пуш я гид пул сделала пуши про пуши был опять он не видите опять уже кто-то из вас наверно я уже что-то отправил на битку так но наконец-то у меня получилось да гид пуш вот он не туда вылил теперь я могу обновить эту папку директорию видео четвертую папку и за льду сюда и здесь можно прям посмотреть этот код и даже можно отредактировать ну так никто не делает здесь никто не редактировать редактировать в редакторе потом вы выкидывает сюда так что они еще есть давайте вернемся на начало самое вот есть у нас вот эти вот комит его 25 уже комитов на вот вот этот мать вас программа вот это вот моя пошла да можно здесь просматривать вот эти вот комиты так что у нас тут еще еще есть у у нас есть еще вот такие вот штуки как и 6 это полезная вещь на нее можно раздавать задачки давайте вам задам задачку так значит к и рейд вот скрипт вещь и до конца точку ул 6 на вот первая задача и возможно кому то его при ее пресса при осаде кто у нас тут самый умный алекс а это вова никита это кто никита ты да так а вега 125 это я так а вова кто я понял что-то посложнее ну ладно пускай так можно принципе на нескольким да ну давайте еще вот это ника ну давайте двоих подцепил ну не а вот здесь вышлюз вот в этом репозитории дать вам давайте ссылку еще раз да надо на ну вот на вот эту страницу на гитхаб вот на вот эту сначала вот сюда вот зайдите гитхаб ком вот потом вышелся здесь найдете так давайте я еще одну задану задачку калькулятор 2 давайте так с юзер терминал из кфу фу т ну н п н п Операция Калкукул Результат И Принт Термина Спасибо Результат И наверное Зерезультат Получается Один Зен Терминал З терминал Вот как мы Молодец Оп Так Ну а это у нас будет Тык 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 Ты чужих Ну ладно Не важно Так Во Ну Пока Делать Давайте я попробую Назначать Опять же Повторим Если Если Мне надо Спросить у человека Ну это По этой По второй Задачи Я говорю Number Равно Input И Здесь Пишу Внутрь вопрос Enter Enter Number Number One Вот И у меня появляется эта перемена Я уже могу с ней работать Так Так Теперь я беру опять же Git At Git Commit M И скажу вот так вот Раз Два Input такой сделал комментарий на 3 вот этих действий привыкайте к этим трем действиям вот на самом деле конечно можно и без этих трех действий у вас вот этот вот редактор позволяет вот здесь вот есть такая вот штучка где-то вот и вы там можете научить ну можно тремя тремя ни одной души за три разных действия добавляете комитете пушки ну то есть их можно в принципе автоматизировать эти три воткнуть в одну в одну в один скрипт к примеру но я так делаю чтобы три раза не вводить но команды все равно все должно быть 3 да автоматизировать можно просто сделать запуск одного файла где эти три про команды прописываются так запушил да а ну смотрим теперь о смотрите видите вот эта задача я внутри этой задачи калькулятор 2 видите его здесь вот вижу мой комит вопрос как каким образом он узнал что этот комит принадлежит именно к этой задачи а если я вот в эту зайду не видите пусто как он определил определил очень просто если вы были внимательны увидели что я в комментарии указал решетка 2 да это идентификатор получается в этой задачи вот это можно посмотреть как его может соберем ну вот он и дал вот вот в любую задачу заходите надо просто порядковые номера по возрастам так ну что задачку я вам дал вот и так вот это вот у нас идет в гите вот эта линия которую я рисую эта линия называется ветка вот и у нас эта ветка называется одна у нас она 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 пока называться на мастер но их может быть много вот давайте я вам расскажу про это значит смотрите к примеру если вот эти два комита сделал я а потом третий комит делает кто-то другой я смотрю что там ну вообще что-то переберда какая-то он уже попал в эту ветку мастер уже код есть вот туда я могу его конечно взять и удалить один комит отсюда последний последний могу ну и дело в том что если если этот косичок будет где-нибудь в серединке вот здесь вот да то удалить его выковырить оттуда эту ерунду не так то просто я так сказал может быть и невозможно вот если кто-то здесь накосячил будет будет проблемка поэтому что делают создают ветки вот я работаю например я главный я там самый умный я говорю я буду работать в ветке мастер а вот ко мне приходит какой-то человек я могу ну давай попробую решили задачку я тебе выделю ветку вот я вот отсюда вот я сейчас на 2 нахожусь я выделяю ему веточку а сам продолжаю сюда клепать ты пою-клепаю потом раз через день и там через два смотрю об появился вот здесь вот комитик от него вот я зашел посмотрел если мне это нравится я беру его сюда чпок закидываю себе в текущую это называется процесс марш то есть я вот эту ветку смажем с мастером понятно теперь как это все выглядит на терминале да если я хочу создать какую-то ветку вот я на первых пишу пишу такую команду гид бранч вот и делаю бранч обычно эти бранчи делаются вот по вот этим вот и 6 где они у нас вот они да вот я сделал первый и 6 например это второй но давайте вот я говорю я делаю ветку под первый под первую задачку поэтому я бранч этот назову я называю один например к у к у ла то все теперь у меня появился этот бранч но я сейчас нахожусь вот у меня даже терминал такой продвинутый на он мне показывает на какой ветке я нахожусь ему ветку посмотреть здесь могу посмотреть ее вот здесь вот видите редактор мне тоже показывает что она мастер я могу взять и так вот сделать гид check out переключиться на нее теперь надо на эту ветку переключить один калькулятор оп увидите тут поменялось теперь у меня и тут поменялось теперь я уже нахожу вы нахожусь ветки калькулятор 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 пиво что нибудь здесь напишу вот и делаю теперь то же самое гид 1 и гид пуш бога теперь он не говорит видите гид пуш он сделать не может потому что вот эта ветка она у меня создана локально а удаленно на этом она не создана там них на гитхабе поэтому для того чтобы создать нужно вот такую вот команду скопировать он подсказывает скопировать и сюда вставить вот но это сделать надо один раз только для того чтобы создать эту ветку причем вот это вот origin origin видите origin origin он означает удаленная то что origin это где-то там это не у вас на компьютере это там неважно в общем удаленно на сайте у них там вот я раз и создаю пух но чего теперь у меня создался брать удаленную зайду еще раз в репозиторий смотрю что изменилось во первых вот появилась этот веточка это у меня вот и потом еще появилась вот такая вот балалайка калькулятор хедрис и пуш лезда на минуты короче говоря он мне предлагает создать пул реквест так вот пул реквест это давать его шлепну вот это когда вы закончили какую-то работу над веткой вот и хотите сообщить об этом это делается вот при помощи от этого пул реквеста то есть вы запрашиваете руководство там или всю команду включить ваш код внутрь вообще в работу работу в ту ветку которую считается но обычно ветка называется develop и вот в эту ветку develop они все это все эти маржи реквест вот здесь я говорю там я в принципе да он мне уже того что написала 1 креет калькулятор калькулятор но здесь можно не знаю ничего не писать вот креет пул реквест слег вот реквест создан вот причем смотрите он мне пишет что он вроде как все вот это зелененькая нет никаких ни конфликтов нет ничего вот и отсюда я прямо могу смажется если она если я нажму марш то он вольется в мастер вот ну а сейчас он в общем то пока еще не в мастере вот и давайте перейду еще раз на начало смотрим где тут есть а вот видите пул реквест здесь есть еще одна дополнительная это секция где вот эти вот наши крыковые пул реквесты в общем то сидят если зайти в этот марш реквест тут можно посмотреть вот коммиты которые были тут на работе все стадо можно посмотреть что он что изменилось вот он мне написал что я добавил одну строчку и какую так ну что теперь 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 попробуйте переключиться на этот на эту ветку у себя сделать гид чекаут 1 тире калькулятор вот но скорее всего сразу у вас это дело не не получится потому что у вас локально этой ветки нету вам придет сначала сделать гид пул а потом уже переключаться но также переключаться по веточка можно и через вот эту вот штучку вот сюда нажимаете и мы видим что у нас есть origin это то что как я уже говорил удаленно и в репозитории вот там есть две веточки а вот эти что без origin это те что локально у меня себя ну давайте разберем значит эти задачки значит первое что она я ее уже начал да тут здесь вот вот я спросил одно число спрашиваю второе вот я давайте я сразу переведу в число в инду да чтоб потом себе ничего не натереть вот вот теперь мне нужно спросить у него операцию да 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 тоже input и так вот теперь когда у нас есть эти три переменные нам нужно сейчас сделать выбор в зависимости от того какая операция была введена правильно вот поэтому выбор мы нужно проводить в виде условий если это плюс делать плюс если минус пишем если если оперейший равно только тут уже двойное равно потому что мы сравниваем не присваиваем так равно плюс и если оно плюс тогда я оставлю двоеточие у меня редактор сразу же опускается но делает пробел вот этот вот но и только еще и важный момент и где должны быть именно пробелы не там хотя и ставами она тоже будет работать но так принято социумом лучше давайте что так что одно выберем поэтому 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 этот редактор нужно сразу настроить чтобы он там там были пробелы чтобы стрелочками водили видели что это пробел они так сразу чтобы она так пух и нет а ну да вот если его выделить 100 точечки видно видеть и там а если я если 4 до 44 так она я построю как выглядит так а тут у меня что у меня просто у меня настрой 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 редактор так что он у меня вместо табов точки делать как если у меня плюс я делаю принт и сразу внутри принта буду считать номер один плюс номер два раз все запускаем поэтому три а я сейчас нахожусь давайте вот это я тут один этот терминал не будет для гитая разделю еще еще один сделать а здесь я прыгнул внутрь и так вводим 2 2 плюс ну 4 все теперь ваша задача продолжить этот взгляд и отработать минус разделить и умножить сразу шишку набьете но я и я я вам так ну да как оказывается в питоне свеча нет свечки из поэтому вот если их а потом делаешь л и и второе условие и еще одно условие да и потом если уже никуда не зашло туда else во всех остальных случаях то есть в принципе работает точно так же как свеч но ничего такого громоздкого можно в том что если пишите отличие в том что л и фото как бы будет одна конструкция здесь будет много разных лифов и лс можно добавить только в как к крайнему получается а тут можно лс добавить в общем-то всей этой конструкции если я лев и лев и лев а потом лс ну как то так это если вам нужно лс добавить во всю эту конструкцию а если не нужно то можно одними и фами ну вот здесь четыре фа будет просто еще надо да да так ну теперь теперь я наверно попробую еще раз сделать гид комит гид пуш вот сейчас опущу пушную вот в эту веточку потом зайду сюда в реквесты открою этот реквест посмотрю что тут два комита только что зашло вот открою последний на ну смотрю вот что изменилось вот они мои все эти штучки вот и попробую теперь его смажать раз и вот сюда вот наш вот теперь после того как я смажался у меня уже в мастере это все появилось вы можете если вы сейчас находитесь в мастер ветки просто сделать гид пол и вы получите эти изменения вот еще хочу обратить внимание вот на вот этот вот таймлайн здесь вот можно открыть и посмотреть все ваши комиты причем смотрите я могу посмотреть что когда и и где менялась видите первый комит я вот это добавил второе вот это подобавлял видите очень удобно то есть я просматриваю всю историю изменения этого кода вот во второй кладочки outline я могу это называется инспектор кода да и могу посмотреть какие здесь перемены в данном случае нет кроме переменных ничего нет вот но кроме переменных может быть еще функции классы и функции класс но мы их еще не трогали сейчас я буду проверять задание переключусь на мастер и сделаю гидку так вот ну давайте я от наверно открою всю всю папку это так ну тут вроде все все ровненько лс нет такой операции так хорошо давайте ее протестировать так это у нас что секонд конкулятор а сейчас мне надо опять же чтобы протестировать надо сменить директорию либо либо можно ее не менять а можно оттолкнуться от текущей директории вот и сказать что я запускаю питоном я запускаю скрипт который находится в папке students я понял лишний слышать этот слэш впереди означает корневая директория вообще всего компьютера когда без стартового слыша я опираюсь от текущей директории итак первое число 4 второе число 0 операция деления опа тест не пройден отрабатывайте ситуацию нужно отработать ситуацию когда ошибка то есть мне получается сейчас на 10 строке вот здесь он попытался разделить на ноль и программа просто прервалась вот если я вот здесь вот что-то напишу print например конец программа завершена то он этот суда не дойдет он на 10 строке просто обрушится и все вот это этого надо это надо предотвратить как-то и проверить деление на 0 так хочу быть если я возьму от 3 от него 8 минус 5 правильно то есть эта задача у нас звучит что мы должны в общем так как исходный материал у нас это строка то есть вот такое решение мне не годится где вы будете спрашивать 44 это это не пойдет это должна быть какая-то строка стрим вот такая вода строка равна вот так вот шлеп и вот в это со строкой поработайте и посчитайте это все я могу конечно подсказать как бы я это сделал я бы эту строку разделил бы увидите здесь везде плюсики я могу ее могу с плиту с плитом до разделе да и потом в цикле их поскладывать ну можно подряд ну смотрите как сделайте под посмотрим а я пока добавлю еще одну задачку надо напишу супер калькулятор кстати я могу в принципе сюда набросать домашних заданий вот вам через эти ищес и нормально будет правильный супер калькулятор а ну ка-у-у-о-л-эйт здесь string according to math order строка будет выглядеть 4 плюс 5 умножить на 2 минус 3 вот такая вот простейшая задача которая мне задали на собеседовании нормальную крупную компанию дали 10 минут на решение и я благополучно обосрался я не решил начал там что-то это самое не ну я конечно беседы я прошел но задачка такая еще но не для слабого ума честно потренируйтесь то есть вы поняли да надо сначала это перемножить а потом короче тут есть на чем подумать честно ну давайте разберемся все-таки с этой задачкой сейчас я тогда это по закрываю а ну вот допустим да еще такая ситуация интересная когда вот я бы возьму взял чужой код там что-то по это самое по накуролесил тут ерунда и всякой смотрю гипс статус статус сейчас он не должен показать удалки что промодифицировал файлы вовы и я что-то думаю да зачем я хочу вернуться обратно как было control за ну а я сейчас вот так вот по закрываю и да и все control z я уже не смогу нажать и отменить это все дело вот есть такая команда гид стэш вот стэш это что но это как заначка в эту в это изменение себя как бы в карман заначиваете и возвращайтесь в предыдущем состоянии вот при желании потом это все нужно возвратить но я не собираюсь этого делать теперь если я сделаю гид статус у меня ничего не изменено и вот эти вот файлики которые они так и остались как в первом данном виде вот поэтому ну давайте я переключусь у себя так создаю калк какой-нибудь пивай вот забрасываю суда строку давайте string равно и делаем там 2 плюс 4 6 вот теперь чтобы мне это все дело сложить вот я могу воспользоваться функцией вернее методом объекта стрим вот этого штучка вот этот пластик до означает что это объект теперь могу сделать сплитку и его разбить по плюсу вот и присвоить мы добавим так вот нам новую переменную назвать вот и присвоить результаты так раз вот ну под проконтролируем это все принт нам были так теперь у меня осталось это все запускать пирт план teacher 4 так смотрю все получилось у меня на выходе появился список список то есть коллекция теперь этот список могу использовать в цикле к примеру для того чтобы сложить эти все числа вот возможно есть вариант попроще ну давайте начнем с цикла за одной цикл повторим то есть я задаю какую-то переменную result которые будут хранить результат изначально он у меня будет равен нулю в конце я от принчу его ну я сейчас запущу программу он на ноль выведет правильно теперь я беру в цикле говорю for n ну или давайте уже нам чтобы было понятно in и вот в этом листе то есть по каждому номерочку в этом ли в этом списочке в этом списочке двое точек делай что к результату результат будет равно результат плюс ну добавляя это все в результат забрасывает докидывая эти номера так результат результат плюс что номер вот этот то есть номер это будет переменная цикла или и итераций то есть цикл каждый проход цикл называется итераций вот и в этой каждой итерации мы будем иметь вот этот переменную number которая будет меняться сначала два четыре шесть и так ну и все попробуем ну а цикл а ну все верно в самом самом списке у меня строки я их пытаюсь сложить что будем делать перевести правильно мы здесь просто возьмем и сделаем так и переведем его целое число ну получили двадцать похоже ну шесть шесть двенадцать ну да двадцать все правильно вот а ну теперь когда я попробую все это дело скинуть а теперь смотрите если зайти вот сюда вот я увижу что как изменим что я изменил какие файлы изменились это равносильно что набрать гид статус и он вам тоже покажет что изменил ну здесь у нас редактор такой умненький вот в нем стоит вот этот примочка гито вот если она вдруг не стоит хотя она вроде всегда стояла есть еще вот эта вот штука такая вот это плагины вот и сюда можно какие-то плагины доставлять например можете написать там питон вот и вот поставить ну вот эти у меня уже два стоят ну короче парочку сверху поставить там ну они помогают там и код дополнения кода там есть проверка синтекс ну в общем плагины разные всякие чески что что ну берите верхний да вот и так один файл изменился смотрите я могу сделать вот вот эта штука отменить изменения то есть ну тогда этот файл вообще пропадет потом я могу нажимаю вот этим плюсиком его стейч давайте попробуем с плюсиком оп вот вот этот если я плюс нажал это равносильно что я делаю гид это в этом в терминале то есть я его добавил вот теперь что теперь мне нужно как-то закомметиться а вот это наверное комит вот жму здесь пишу комментарий но все закомметился и он может быть еще и рефреш что тут еще есть а вот здесь есть пуш еще она пушим пуш а вот ну пушить я не могу поскольку уже кто-то что-то закомметил закомметил давайте попробуем теперь гидпул обновим себе ситуацию так вот я смотрю добавились и попробую еще разок пушить ну все запушил сомнения теперь вы можете сделать гидпул и посмотреть итак еще одна задача обмен валют ask amount of dollars ask так потом мы так дальше мы спрашиваем человека курс валют и print аэрозол так ну и напоследок хотелось еще разобрать одну такую штучку интересную например если мы хотим сделать какую-то операцию в цикле в терминале да человеку что-то там вывести например например поздороваться привет и сказать продолжать мне или выходить если вы говорите продолжать он еще раз вас спрашивает привет и так до тех пор пока вы не нажмете нет и не выйдете из программы то есть получается программа она будет постоянно крутиться пока вы не и вы будете реагировать на то чтобы человек что-то что-то вам нажал вот это для этого существуют такие циклы как ну этот был цикл for for он идет по какому по какой-то коллекции а есть еще цикл while выглядит оно так вот while while и какое-то условие вот здесь вот после while ну двоеточие конечно и здесь какое-то условие где я могу что-то сравнить если я здесь просто напишу true скажем вот так и все это в цикл заброшу то это будет бесконечный цикл то есть пока правда и он будет ну вот обычно вот сюда вот в этот в это условие оставляется какое-то переменное которую будет человек вводить давайте попробуем этот while true он сейчас у меня наверное будет очень долго надо колпаж все control c прерываю вот а сюда я буду сравнивать например какой-то какой-нибудь mark скажем mark какой-то какой-то ну или какой-то нет давайте не mark а какой-нибудь индикатор вот ну естественно этот индикатор надо сначала определить например по умолчанию он у нас будет продолжать да есть вот и теперь вот здесь вот где-то спросить человека индикатор ин равен input и здесь спросить выход как бы exit 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 yes или no а ну здесь надо поставить по умолчанию нет не выходи он пробежит один раз выведет потом спросит выйти я говорю да выйти индикатор меняется он прыгает сюда ну не знаю подать попробуем вот вот тут ну да тут же что да вайл равно пока индикатор равен ч равен ну вот точек намудрит так выходить нет я понял это коварно коварная ошибка он из-за вот этой вот штучи это служебный символ походу сейчас давайте с вот 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 так выходить ну выходи нет и так и так получается что что мы напоролись на версию питона вот и что то во втором он не хотите это делать поэтому запускаем через третий так если выходить нет нет есть все работает так ну да выходит что во втором питоне input у нас выполняет то что вводит человек а row input забирает то есть row input это аналог того как input работает в третьем питоне ну такая вот особенность ну ладно второе мы не будем трогать вот то есть теперь мы можем с вами этот нолькулятор засунуть в такой цикл и считать эти числа несколько раз в одной программе так ну да я вот смотрю решение есть по нулю вот такое вот да хорошее решение но можно сделать короче причем ну не намного но короче можно вот это вот все дело вот здесь вот заключить в такую конструкцию как try try это когда мы хотим что-то попробовать сделать а ну попробуй мне вот это вот сделать а если чего-то там случилось неприятное мы делаем except а если случилось что-то неприятное напиши нам error и нам не важно что там случилось но главное не падай ну то есть скрип не не обрушивайся иди дальше попробуй это не получилось выведи и иди дальше то есть это вот можно тоже выкрутиться вот но у каждого когда скрип прерывается по ошибке это называется exception исключение вот у каждого исключения есть какая-то причина вот поэтому если вы хотите ее все-таки отпринтить тогда вы делаете так как exception s например e и отпринтим error и отпринтим вот эту e вот так вот такая вот есть интересная конструкция так теперь попробуем бетон 3 так students это у нас и если запустить и и что что наху зелененькую стрелочку нажать он запомнил справа справа вверху еще больше увидите число 3 0 вот туда ну вот движетБайзеру теперь оно хоть понятно что за его вот ну и напоследок значит вот эти вот если будете работать, конечно, лучше делать это в ветках, создавать свои ветки и создавать менеджер-квест. То есть вот по этим задачкам попробуйте дома поработать, но внутри своих веток, чтобы, допустим, не мешать разработке. Как можно эти ветки сделать? Ну, я уже показывал, их можно сделать в терминале, в консоли, но надо помнить эти команды, да. Можно через вот эту штучку сделать вот тут вот. Create new branch. Шлёп. Создаёте новый branch, и он вам сразу же на него new branch. Раз, и он сразу его и создаёт, и сразу на него бросает. Ну, вот такая вот удобная, да, штука. Этот визуальный редактор, то есть не надо помнить эти команды. Ну, я знаю много людей, которые этим, вот этими себями не пользуются фишками, а чисто терминалом. Ну, и просто иногда бывает, что вот эти вот редакторы, редакторы, они начинают делать не то, что ты хочешь. Начинают умничать, то есть ты там нажал кнопку, там, выпустить в гид, а он там начинает что-то своё, какие-то заполнительные фишки. Ну, то есть, когда вы нажимаете терминалом команды, вы чётко знаете, что, зачем идёт, и что вы делаете. А вот этот вот интерфейс, вы нажмёте на кнопку, что он там внутри будет делать. Одному богу известно, как они его запрограммировали. Ну, вроде, пока у меня там с этим проблем не было. Ну, так, просто на будущее. Привыкайте к терминалу. Следующая задача будет звучать так. Мы, у нас есть такая строка. строка. ну, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, давайте не так, давайте вот. И нам нужно заменить здесь стринг, эту строчку в строчку, здесь стринг. Или не заменить, может, а давайте так, здесь стринг create this one. Вот, и вторая строчка должна выглядеть вот так вот. 1, 2, точка, или как-нибудь вот так. 1, 2, 3, и 4. Ну, короче, добавить порядковый номер просто. Кроме гита, еще в компаниях используется, ну, то есть, в виде темы сейчас, вот эти задачки, вот здесь вот, в Ишлисах создаем, так? Вот, но есть такая, такие вот системы, которая называется Jira. Слышали, может, нет? Там же тоже создаются эти задачки, но они, они делятся на колонки, и они перетягиваются с колонки в колонку. Колонка там на исполнение, выполняется в прогрессе, код-ревью, потом тестирование, потом, ну, и, короче говоря, они перемещаются. Причем они не обязательно вперед. Ты там сделал, тебя наваляли, тебе его раз обратно перекинули, а переделывали. Вот. И есть две системы, как работает, это канбан, и, и что еще? И по спринтам, вообще. То есть, канбан, когда у нас есть много-много задачи, мы вот вытягиваем по одной оттуда, и оно идет, и оттуда кто-то набрасывает эти задачи, а мы их оттуда забираем. Ну, как здоровая такая система. Контейнер с задачами. А по спринтам, это когда мы, например, задаем столько задач на неделю, на две, на три, какое определенное количество фиксированное. И ты за три недели должен их все выполнить. Потом это все опять очищается, и на следующий спринт опять раз, тебе набросали. Вот. Ну, в общем, вот такая тоже система. Ну, может быть, с вами, с этой джиней, там, что-нибудь создадим, посмотрим. Вот. Ну, как вариант, вот эти иши все тоже, в принципе, нормально.